Международный турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек, прошедшей в Минске, назвали «Медвежонок». И не случайно соревнования посвятили многократному чемпиону мира Европы и СССР Александру Васильевичу Медведю, лучшему борцу вольного стиля в истории спорта, ко всему прочему, автору двух собственных книг по борьбе. По ним, рассказывает тренер сочинской спортшколы, он и обучает своих воспитанников спортивному мастерству. Двое из них в составе сборной России приняли участие в «Медвежонке» и завоевали второе и третье места. Это очень большой результат. Почему? Потому что были страны, которые по 20 человек приезжали, и ни одного, никто в призовых местах не был. А наша спортшкола настолько сильна, что из двух человек, двух наших спортсменов, вдвое стали призерами. Это большой результат. То, что мы были в Беларуси, это очередная подготовка, подводка была к первенству России, которая будет проходить в апреле месяце, в конце апреля в Иркутске. И мы целенаправленно сейчас готовимся туда. Еще два старта у нас будет. Первенство края и первенство ЮФО, после чего у нас сбор будет в городе Сочи. И мы сформируем команду и поедем в Иркутск на первенство России. Призеры международного турнира – бронзовый Самвел Терзян и серебряный Спартан Петросян – перед главным стартом стороны планируют сделать выводы и взять реванш. Провел пять схваток. В финал вышел. В финале чуть не хватило. Тактически не так борьбу поставил. Занял второе место. Ближайший старт у меня Южный федеральный округ. К нему я сейчас готовлюсь, чтобы занять первые места и попасть на Европу, на мир. Я уступил с минимальным счетом за выход в финал соперника. Но за третье место собрался с мыслями и выиграл эту схватку. Стал третьим. Этот турнир был одним из этапов подготовки на первенство России, где дает нам возможность попасть на чемпионат мира и на первенство Европы. Уже сегодня сочинские борцы снова в пути. Отправились на первенство Краснодарского края, где и будет формироваться сборная для участия в региональном турнире. В целом у борцов-кадетов в этом году насыщенная программа. Впереди первенство мира по вольной борьбе в Италии, затем первенство Европы в Польше и европейские игры в Баку. Пока же все силы на подготовку к первенству нашей страны. До главного российского старта всего два месяца. Инга Габешия, Олег Кононов, телекомпания ФКТ. Олег Кононов, телекомпания ФКТ.